Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас замечательный собеседник, ученый, доктор экономических наук Игорь Липсиц. И будем говорить о том, наверное, о главном, потому что война и мир существует только благодаря экономике. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Добрый день, здравствуйте. Ну вот мы, конечно, стартуем. Я думаю, что все наши зрители понимают, что нам нужны их комментарии, лайки и подписки. А я начну вот с чего. Буквально вчера появилась такая информация, что пока Конгресс думает дать Украине помощь или не дать, пока ведутся какие-то дебаты и дискуссии, Блумберг опубликовал расследование о том, что Россия, вопреки санкциям, закупила на Западе чипов на миллиард долларов. И, ну, там идет перечень кампании, полная выкладка, я не буду повторять, прочитать все, кому это интересно, но вопрос только один. А кого мы вообще обманываем? Вот коллективно так все вместе. Избиратели. Политик западный, он должен помнить о том, что у него есть избиратели. Он избирателю должен демонстрировать свою решимость, свою готовность, готовность осуществлять какие-то такие яркие, громкие, броские шаги. И он осуществляет эти шаги. Это делает, что российские политики, что западные, разницы-то никакой нету. Поэтому для того, чтобы избиратели видели, что вот у них есть руководитель, который принимает какие-то решительные меры, принимаются пакеты санкций, принимаются решения. Но дальше-то нужно это как-то контролировать, это исполнять. Нужен аппарат, нужны специалисты, нужны расходы на то, чтобы контролировать это. Вот с этим, как я понимаю, не очень получается. Поэтому принимается деклартирование решений, о которых можно рассказать ярко перед избирателями и, в общем, показать свою решимость. А вот что превращается из этого в реальность, видимо, не очень много. Ну, то есть получается так. Я тут вернусь к Давосу, который уже все обсудили и забыли. Но тем не менее, когда многие спикеры в Давосе говорили о том, что западный эстеблишмент экономически и политически оказался абсолютно бессильным перед тем, что называется, стратегией будущего визионерства, а разменяли все это на какие-то мелкие плюшки настоящего, то, собственно говоря, они были правы. Ну, это тяжелый вопрос, потому что если на него отвечают серьезно, то нужно говорить о том, что вообще происходит, ну, как вам сказать, интеллектуальным уровнем западной политической элиты. Ну, моя точка зрения, я не раз высказывал, довольно пессимистичная. Она состоит в том, что, мне кажется, этот уровень сильно снижается. Я просто очень давно живу, поэтому я помню, наверное, разные поколения разных политических деятелей Европы и США. И я так вот наблюдаю у многих людей там по поводу США. Постоянно идет стон, эх, нам бы сейчас Рейганом. Ну, в общем, как бы странно, боже мой, это, господи, голливудский актер. Но Рейган был хороший руководитель, опытный, кстати, вы помните, большой профсоюзный деятель. И он был, ну, то, что называется правильный руководитель, то есть который не сам все решает, не сам все понимает, но понимает, что должен окружить себя сильными людьми, сильной командой. Благодаря этому, в общем, ну, как бы управление Рейгана достаточно хорошо вспоминается американцами. В Европе были, конечно, сильные политики. Сегодня как-то очень трудно сказать, что в Европе есть какие-то очень сильные политики. Есть как бы руководители партии, насколько они там сильны, насколько у них есть какое-то видение будущего. Сказать довольно сложно. Ну, то есть, когда президент Аргентины говорит о том, что западный мир, я думаю, что когда он говорит западный мир, он имеет в виду вообще там всю цивилизацию, не только западный мир, а в опасности, он прав абсолютно. Потому что мы видим, как нарастает, ну, достаточно мощно нарастает, так сказать, ресурс другого мира, который мы называем тоталитарным. Ну, наверное. Более того, во время кризисов тоталитарные режимы срабатывают лучше, чем демократические. Им не надо долго согласовывать, находить компромиссы, находить какой-то консенсус разных сил. Они просто принимают решение, и уж насколько им хватает сил, они это решение реализовывают. Мы это в течение вот этих, соответственно, почти двух лет очень хорошо видели, насколько быстро экономику России развернули в военную сторону, и как это тяжело и медленно идет в Западной Европе, вообще во всей структуре НАТО, и как это медленно реализуется в США. Ну, то есть, процедура куда более такая, ну, как вам сказать, инерционная, с большим количеством песка, который возникает из-за необходимости согласовать интересы. Интересы разные, политики разные, точки зрения разные. Мы видим, что практически сейчас нет единства политического даже в отношении экономической санкции в Европе, потому что тотальный астронавт принимает какую-то другую позицию. Вначале это было, как вы помните, только Венгрия, а теперь уже, соответственно, добавило Словакия, ну и так далее. То есть, в этом смысле, тоталитарный режим имеет в экстренных ситуациях некоторые преимущества. Ну, вы знаете, вот эта игра, я знаю, что ты знаешь, она же идет уже достаточно долго. Вот я разговариваю со многими спикерами, когда говорю, что санкции неэффективны, и что их не контролируют, мне говорят, да ну что вы, ну, так нельзя сказать. Надо бы, конечно, сказать как-то по-другому, но на самом деле же дела обстоят так, что если бы, ну, я не знаю, Соединенные Штаты Америки захотели, или Европа, да, и, ну, скажем, вульгарно уронили цены на нефть, то и, собственно говоря, санкции работали бы по-другому. А когда там возятся чипы или есть какие-то нефтяные серые флотилии, которые везут нефть по-прежнему, то, в общем-то, мы обманываем сами себя. Ну, кто кого обманывает, а у западной политики, как мне кажется, себя не обманывают. Они с самого начала заявили, что, скажем, они хотят сохранить российское присутствие на рынке нефти по объемам, но сократить доходы России. Потому что все опасались, что сильное, так сказать, сокращение предложения нефти вызовет скачок, соответственно, вызовет рост цен на бензин, избиратели сильно огорчатся и пойди, ходи, потом с ними разбирайся. Поэтому была выбрана довольно странная модель потолка цен. Что он будет работать, было сомнительно. Я с самого начала, как только это объявили, написал, что с моей точки зрения, как человек, всегда занимавшись методологией решения различных хозяйственных проблем, это очень спорный инструмент, его очень трудно контролировать, его, соответственно, трудно реализовывать. Ну и, в общем, так оно и оказалось, хотя были энтузиасты этой модели, но она не очень хорошо работает. Работают, скорее, такие вещи конкретные, вот как скажут там, помощь Венесуэле в увеличении экспорта нефти. Вот это может урониться на нефть, это серьезно ударит по доходам. Это серьезные вещи, то есть надо такими велами заниматься. А то, что да, нет четкой программы, ну как бы наказания российской экономики, да, это правда, это не моя двучка зрения. Есть хорошая публикация недавняя Олега Ицхоки, которая написала именно о том, что есть три прекрасных инструмента, которые могли бы обрушить экономику России, все они в руках Запада. Запад их не применяет, потому что, в общем, не очень хочет обрушения экономики России. Я это, кстати, очень часто объясняю украинскому телевидению, что, в общем, здесь какая-то такая двойственная позиция. Все хотят ослабить Россию, и это все разглашено как официальная позиция Евросоюза. А с другой стороны, все боятся, что Россия совсем закачается, рухнет, и вместо единой федеральной власти возникнет царство криминальных группировок. Вот этого тоже боятся. Поэтому тут как бы трудно найти решение, которое, с одной стороны, действует, но, с другой стороны, никак не разрушает режим Российской Федерации. Ну, из этого мало что и проистекает в итоге. Игорь Владимирович, ну, мы же видим, что, как бы они не боялись царства криминальных группировок, формируется гораздо более, мне кажется, опасная история, да. Путин достаточно активно формирует, ну, уже, извините, буду такими общепринятыми, банальными оперировать терминами, ось зла, да. Он достаточно активно работает с африканскими странами. Он активно работает с Северной Кореей, с Ираном, с Китаем. И формируется мир гораздо более, ну, опасный и мощный, чем тот, который был до сих пор. И это уже не чеченские опасные группировки. Это еще не еще что-то там. Это не атомная, там, боеголовка в руках Кадырова. Это будет похлеще история. И неужели они этого не понимают? Ну, поймите, что политика есть часто отражение экономики, хотя иногда политика формирует экономика. Это тоже есть. Но то, что вы рассказываете, имеет в устах экономистов вполне четкое определение. Мы называем это, значит, противопоставление глобального юга, глобального севера из-за очень разного уровня благосостояния. Это очень давняя проблема. Я когда-то даже в школьных учебниках российских описывал ножницы благосостояния. И эти ножницы не сходятся, расходятся. Но как-то так получилось, что богатый север, то есть западная Европа и США с Канадой, они как-то так и не смогли запустить мотор экономического роста. В Африке, в Латинской Америке, во многих странах Азии не получилось. И вот это огромное различие в уровнях благосостояния, оно порождает огромную злобу по отношению к богатому северу. И эта злоба – это прекрасный питательный механизм, прекрасная питательная среда, в которой произрастает вот эта готовность сотрудничать против злобного, богатого, почему-то не егелищащегося своими богатствами севера. Это давняя экономическая проблема. Но как ее решить, не знает никто. Если вы помните, были огромные программы помощи странам Африки, были закачаны огромные деньги, возникли гигантские долги у африканских стран, они получили кредиты. Но рост идет в очень небольшом числе африканских стран. И есть все равно раздражение, что вот мы бедные, а вот они там богатые. Ну да, мы видим это и на маленькой модели, в маленьком масштабе взаимоотношения сектора газа с Израилем. Та же проблема. Давали им много денег, помогали. И потом с ужасом увидишь, все эти деньги пошли совершенно другие вещи. А есть, ну, когда-то была старая книга, которую так до конца никто и не понимает, Гумилева «О пассионарности народов». С вашей точки зрения, есть ли некая судьба у территории, которую все равно не перепрыгнуть? Тяжелый вопрос, но мы, экономисты, начали им заниматься. Пришлось. Пришлось почему? Потому что, когда была собрана статистика, было сделано в свое время очень интересное исследование Мэдисоном, была построена такая долгосрочная экономическая статистика, которая позволила увидеть, как росли экономики разных стран. И тогда выяснилось, что есть очень небольшая группа, примерно 25 стран, которые умеют, в общем, хорошо и долго расти. А большая часть стран не растет. То есть у них бывают какие-то периоды бурного роста, которые потом сменяются провалами, и в среднем они почти не растут. И вот это огромная проблема, и за этим стоят какие-то очень серьезные вещи. Экономист этим занимается, мы пытаемся понять, почему так происходит. И мы все больше приходим к тому, что это определяется не развитием промышленности, не развитием добывающей отрасли. Это определяется сознанием людей, культурой в широком смысле, и тем, что экономисты называют системой ценностей. Они у разных народов разные. Это тяжелая мысль, она многих пугает. Люди говорят, ну как же так? Вы фашист, люди говорите разные. Да люди разные объективно. Они могут быть биологически одинаковые, Но в разных странах разная культура, разные традиции, разные преференции, разные ценности. И это очень сильно предопределяет судьбу страны. Вот казалось бы, что арабы в Палестине, что евреи в Израиле, это все семитская группа. Казалось бы, иногда отличить по фотографии палестинца от израильтянина, чертов с два получится. Очень похоже. А по моделям поведения очень разные. Вот это очень сложные вещи. Они очень такие осторожные, потому что, ну как-то очень не хочется говорить, что есть народы преференциальные, есть народы непреференциальные. Но с точки зрения экономики мы видим, что есть народы, которые сумели научиться богатеть, и есть народы, которым это никак не удается. Причем, повторяю, у этих народов небогатейших иногда есть как гигантские природные запасы. Африка безумно богатая территория, там все есть, да? И очень немногие страны Африки могут подниматься. Ну что же могу сказать? Это вот картина такая. Ну вот совсем же свежий пример, да, но я имею в виду хронологически свежий, это судьба Северной и Южной Кореи. Ведь я с удивлением недавно услышала, что даже антропологически они за эти годы, пока они существуют раздельно, стали разными. Да, там люди из Южной Кореи выше на 10 сантиметров, там еще что-то. Ну то есть оказывается там система ценностей, ментальность, образ жизни, там комфортной жизни, образование. Все это каким-то непостижимым волшебным образом влияет на все, в том числе и на антропологию. Более того, если вы посмотрите там, или я посмотрю старые фотографии наших предков, которые там жили сто лет назад, мы увидим, что у них совсем другие лица были, чем сегодня у нас. Ну, я вам добавлю еще одну пикантную историю, что когда Кореи разделились, то практически вся промышленность корейская осталась на севере. Север был промышленно развитым регионом, а юг с корейским и с хозяйственным. Но, как видите, все потом развернулось в другую сторону. Есть очень сильная вещь, которая называется менталитет. Она очень многих, эта терминология раздражает на меня тут. Народ бросается с криками, что это вообще чем знает какая концепция. Но посмотрите, это реальная история. Вот зачем нам ходить с вами в северную и южную Корею? Мы возьмем Германию. Отделение на восточную и западную Германию, что породило, как вы знаете, устойчивые термины оси и веси. И мне немцы, когда я там ездил в 90-х годах, объясняли, что мы, когда воссоединились, мы думали, что мы воссоединяемся с такими же немцами, как мы. Выяснилось, что мы соединяемся со всеми другим народом. С другой ментальностью абсолютно. И мне даже немцы объясняли, что, вы знаете, нас потрясло ФРГ что? Что когда немцы из ГДР вошли в состав ФРГ, то им всем выдали некое денежное способие, что ли, некий стартовый капитал в Deutsche Markk, чтобы они могли начать жить. И мы, говорит, очень многие полагали, что вот эти люди соберут эти деньги, за счет этого создадут какой-то бизнес, и начнется как-то, ну, как бы построение нормальной капиталистической немецкой экономики. Но, говорит, ГДРовские немцы потратили все на потребление. Ничего не вложили, ничего не отложили. И мы были совершенно шокированы. Мы им дали как бы стартовый капитал, они его весь потратили на покупку вожделенных западных товаров, которые раньше не купить не могли. И до сих пор вот эта разница в менталитете оси и вещь существует. Она, наверное, со временем сгладится, но сглаживается она пока очень слабо. Если вы знаете, даже сегодня на политической карте ФРГ восточные регионы охотнее голосуют за правый парк. Я вам скажу больше. Я недавно была в командировке в Берлине и проезжала там сквозь город на машине. И я была потрясена, насколько до сих пор видна эта разница. Она просто бедна даже энергетически. Не говоря уже там о домах, как они построены, еще что-то. Нет, а разница осталась. Оразительная вещь. Да, уже столько времени прошло. Так что, конечно, это действительно очень важные вещи. Мне кажется, что они заслуживают отдельных исследований. Хочу с вами поговорить немного об Украине. Смотрите, Украина сегодня находится в серьезных тисках экономических. С одной стороны, следственная коррупция многолетняя. Но там не будем ее скрывать, она была последние 30 лет. И до этого была падение экономики, которая связана с войной. Уничтожение фактически. Там я смотрела отчет Всемирного банка. 30% экономики вообще уничтожены. Вернее, бизнесы вообще уничтожены. 70% понесли большие потери. И, конечно, война, которая каждый день требует очень много денег. И, да, президент и его команда, они очень серьезно озабочены этим. Они собирали Совет национальной безопасности недавно. Там решили сделать совет, который будет заниматься этими вопросами. Совет по поддержке предпринимательства и все остальное. Но что реально, да? Вот есть как бы две опции. И я, например, ну вот хотела бы вас спросить, как с ними обращаться. Одна опция, что кризис – это лучшее время для перестройки и для, так сказать, изменения. А вторая опция – это то, что, ну, нет ничего. Нет ничего. Экономика упала. Восток весь, вся металлургия, ну, разрушены. Мы знаем, что все, ну, комбинаты Лича и все остальное, все уничтожено. Вот. И как бы вот, вот если бы вы были приглашены на роль эксперта, ну, хотя бы концептуально, как бы вы посмотрели на эту задачу? Ну, видели, вопрос состоит в том, каким образом можно вытаскивать экономику Украины. Вопрос чрезвычайно сложный, потому что вот я уже об этом говорил на украинском телевидении. Мое ощущение, что сегодня в мирном восстановлении Украины у нее будет не очень много союзников. Мне сразу написали, ну, как же, вот нас примут в Евросоюз, нам сильно помогут. Есть какие-то иллюзии, мне кажется, у украинских граждан, что им даст Евросоюз. Евросоюз поможет восстановить инфраструктуру, без сомнения. Дороги, разрушенные электростанции, системы всего коммунального хозяйства – это они обязательно помогут. И это будет очень большим вкладом в экономику Украины. Но никто не будет создавать в Украине мощную промышленность. Никто не будет создавать в Украине мощную экономику вообще. Потому что, во-первых, ну, как бы Евросоюз таким вещами не занимается просто по определению. В лучшем случае они там дадут некие гранты для развития бизнеса. У них, если знаете, есть такая программа 50 на 50. 50% свой опционный капитал, 50% европейский. Если ты реализовал проект, то тебе эти 50% европейских отдают собственность. Ну, вот это максимум. Для малого и среднего бизнеса, может быть, такие проекты будут. Но никто создавать экономику для страны не будет. И таких примеров мы не знаем. Мы можем, так сказать, даже про Корею, если вспоминать, то там, ну, конечно, была помощь американцев. Но она была в основном связана с тем, что довольно скоро началась, если вы помните, Вьетнамская война. Да, и Южная Корея стала плацдармом для американцев. Поэтому там были базы, там находилась логистическая система. Это, в общем, корейцам приносило деньги. Но свою экономику корейцы построили сами. Причем построили, давайте вспоминать, в условиях диктатуры. Военной диктатуры, которая там была на протяжении довольно длительного периода. Там сменилось несколько диктаторов, начиная с Пак Джон Хи. Так что в этом смысле там была довольно такая неприятная ситуация. Там шла очень острая политическая война, борьба, демонстрация. А вот гражданская жизнь, хозяйственная, была довольно мирной. Как бы не было таких забастовок с требованием повышения зарплаты. Притом, что работали корейцы ужасающе много. И это страшно, как они работали. И жили в казармах, почти до сих пор живут. То есть, ну вот было какое-то единство нации для выхода из кризиса. Там было такое народное движение. Именно не партия, а народное движение, которое был дивный лозунг, я его очень люблю цитировать. Он звучал так. Давайте станем все богатыми. И вот как-то это мой слезапалов в душу населения. И корейцы в общем... Простые вещи, они же работают, Игорь Владимирович. Простые, понятные вещи. Земли крестьянов, фабрики рабочих. Давайте станем все богатыми. Я пока таких лозунгов у руководства Украины не вижу. Поэтому не вижу какой-то основы для оплачения украинцев. Если это удастся, если президент Зеленский сможет найти какую-то разумную, внятную для большинства программу развития экономики, будет хорошо. Если это не получится, то возможно, что Украина станет только, ну как вам сказать, военным форпостом НАТО. Такое тоже может быть. То есть, у вас останется сельское хозяйство. В этом заинтересован мир. У вас будут военные гарнизоны, будут военные предприятия для снабжения армии. И больше никакой экономики не будет. Очень нехорошая картина. Но я, к сожалению, не могу увидеть другого. Потому что я не вижу, зачем Евросоюзу огромные инвестиции в развитие экономики Украины. Я понимаю, что это больная тема. Неприятная. Я все понимаю. Ну а зачем Евросоюзу развивать Украину? Россия была большим рынком, в него вкладывались. Украина сегодня даже небольшой рынок. Населения-то осталось немного. Ну, считается, что Украина ресурсно очень богатая страна. И что западный бизнес, это я вот повторяю, как говорят многие, что западный бизнес может прийти для того, чтобы вместе с нами здесь зарабатывать. Да, вот один из моих друзей там написал мне в приват такую мысль, что нам крайне нужна работающая экономика. Потому что мы сами не потянем финансирование армии. Поэтому нужно приглашать там инвесторов западных, иностранцев. Пусть открывают здесь заводы, фабрики. И он говорит, конечно, там в нынешних условиях риски высоки очень, поэтому инвесторам нужно заинтересовывать. Не просто там предложить инвестирование, а там какие-то низкие тарифы, налоговые льготы и так далее. Как вы считаете, правильно ли это вообще, так сказать, мысль и может ли это сработать? Я всегда говорю, что есть вещи теоретически правильные, пока ты их не приземляешь на почву людей. Вот всегда очень сильная ошибка многих экономистов. Они вырабатывают рецепты красивые, разумные, но они не учитывают людей. Значит, вот я не очень уверен, что украинцы сейчас обрадуются, если выяснится, что вся экономика новой Украины принадлежит иностранцам. Я вам напомню, что когда шла реорганизация Восточной Европы после распада Советского Блока, то ни чехи, ни венгры не ставили никаких ограничений на приход иностранных компаний, иностранных инвесторов, иностранных владельцев. Через некоторое время и в Чехии, и в Венгрии возникло дикое ощущение, что мы живем в стране, которая нам не принадлежит. Все предприятия иностранные, мы все работаем иностранцев, прибыли уходят за рубеж. Мы потеряли свою страну, в которой мы теперь не хозяева. Я не знаю, как украинский народ отнесется к вот такому массовому приходу иностранных инвесторов и созданию предприятий, которые являются, ну как бы работающими на земле Украины, дающими работы и доходы, но и предлагающими иностранцам. Не очень я уверен, что это будет восторженно встречено. Поэтому вот вопрос, а зачем, главное, иностранным инвесторам приходить в Украину? Я понимаю, что я говорю очень болезненные слова, я все приношу извинения, но я жесткий экономист, я спрашиваю, зачем? Вот что мне с Украиной делать? Давайте, значит, я вернусь к вашим словам про природные ресурсы. Я этим тем, этой темой интересовался. Теоретически, да, природные ресурсы есть, но очень дорогие в извлечении. Я напомню вам, что угольная промышленность Украины всегда была убыточной и дотационной. Это же вы знаете, знаете, да? У вас есть уран, но довольно сложно строить новое предприятие, довольно дорогая история. Дай бог, чтобы эта вот тема зазвучала. В этом смысле, вот Украина хорошо воспринимается миром, как житница. Так было исторически всегда. И сельское хозяйство Украины действительно будут поддерживать, потому что это, в общем, нужно. И то, обратите внимание, что уже пять стран Европы ввели ограничения на поставку украинской сельхозпродукции. Уже сейчас они не хотят пускать продукцию, где подают продукцию их местной аграрии. То есть это идет уже сегодня, конкуренция уже сегодня идет отторжение. В лучшем случае транзит. Насквозь проезжайте, в Африку возите, ради бога. Но у нас не продавайте. Это началось, как вы помните, с поляков. Так что в этом смысле иллюзии питать не надо, чтобы все распахнут объятия. Все откроют кошельки и будут Украине помогать. Не будет этого. Это очень больно, это очень грустно. Не будут. Все должен сделать сам украинский народ. Если у него будет правительство, которое предложит внятную экономическую программу. Нет страны, которая не могла бы подняться экономически. Украина имеет возможности подняться экономически. Она хорошо расположена транспортно. Она имеет все-таки еще порядка, наверное, 20 миллионов человек. Это хороший ресурс. Это образованное население. Это еще не до конца убитая наука и конструкторские кадры. То есть есть на чем строить. Любую страну можно поднять. Вот смотрите, я вам приведу пример несчастной Ирландии. Почему несчастной? Потому что это была самая нищая страна Европы. И я напоминаю, что она была нищей еще в конце 80-х годов. В 88-м году вышла статья в журнале «Экономист» «Самый бедный среди богатых» про Ирландию. Какая она убогая, какая она несчастная, какая она безнадежная страна, из которой почти все население уехало. Ирландцев за границами живет значительно больше, чем сегодня в Ирландии. И тем не менее Ирландия смогла найти политику и стала богатой преуспевающей страной. В принципе, это возможно. Это зависит только от одного. Сумеет ли политическая элита Украины найти разумную экономическую политику, экономическую стратегию, получить поддержку нации и решить проблему коррупции, без которой ничего сделать нельзя. Пока у вас такая тяжелая наследственность по коррупции, инвесторы к вам приходить не очень. Что касается вообще в принципе будущего. Здесь вернусь к Хавьеру Милею, который, вы знаете, такой прям кандовый классический либертарианец, который говорит, что вот эти мои парни, которые умеют зарабатывать деньги, которые умеют строить бизнес, они настоящие хозяева жизни. И государство пусть заткнется. Государству нужно вот раз сидеть и два тихо, как говорил Жванецкий. А есть другая ситуация, там есть другая точка зрения, когда говорят, вот смотрите, есть же социализм на севере, там где-нибудь там, я не знаю, в Норвегии еще где-то, и все прекрасно, и они развиваются и так далее. То есть, в общем-то, права мама, права и Люся, или же все-таки и те, и другие немножко лукавят? Ну, знаете, я по взглядам сторонник так называемой школы национальной экономики, малоизвестной теории, еще идущей от практически XIX века Германии, которая всегда исходит из того, что есть абстрактная экономическая теория, есть интересы людей, живущих на определенной территории, и нужно найти конкретные решения, которые выгодны им. Значит, если эти интересы могут быть успешно решены частным бизнесом, ради бога. Но опыт говорит, что частный бизнес не все сделает. Он делает только то, что быстро дает отдачу. А для развития страны нужны, как вам сказать, проекты иногда с очень долгой отдачей. Вся инфраструктура для частного бизнеса не очень выгодна, как вы понимаете, да? А без этого страна не живет. Образование частному бизнесу не очень выгодно, потому что это не дает быстрой отдачи. А нет образованных кадров, нет будущего экономики. Поэтому моя позиция всегда, что должна быть смешанная экономическая система, где государство и частный бизнес хорошо взаимодействуют, тогда что-то получается. А когда то либо одно, либо другое, так, как правило, кончается провал. А как помогать людям? Здесь же тоже возникает очень много проблем, и на этом, так сказать, основан спор между правыми и левыми, которые тоже все очень разными бывают. Мне моя подруга говорит, я давно не была в Канаде, что там уже стоят палатки, которые героинам и наркоманам раздают укол, так, чтобы они не кидались на прохожих и прочее. Вот точно так же с этой социальной помощью, да? Мы видим, как западный мир построил социальную помощь для мигрантов, для приезжих. Таким образом, что если у тебя 10 детей, то ты, там, здоровый молодой мужчина в 35 лет, может спокойно валяться на асфальте годами, заходить в свои героиновые палатки и в ус не дуть. Но я специально так вульгаризирую все, чтобы было понятно, как это все происходит. Вот как помогать правильным людям? Как заставить человека, который может работать, работать так, чтобы не нарушать его права? Ну, это тяжелый вопрос, просто потому что на него нет однозначного ответа. Более того, проблема опирается в политику. А политикам выгодно разыграть роль благодетеля. И это вполне понятно. Для политика это очень выгодная позиция, потому что если я разыграю роль благодетеля, то я, соответственно, собираю большие деньги в бюджет, я их распределяю, и я хорошо, как чиновник, живу. Ну, давайте это произнесем, да? Конечно, да. Поэтому, что называется, кто сидит на деньгах, тот сидит при деньгах. Мы это тоже понимаем. Поэтому государственный парад всегда старается запустить как можно больше социальных программ и тем самым показать свою важность, значимость и быть при деньгах, при потоках, соответственно, с этого снимая себе хорошую пенку. Но, конечно, это разрушает ментальность, но бороться с этим тяжко. Более того, посмотрите, сколько сторонников в мире сейчас у идеи безусловного дохода. На мой взгляд, страшная идея, потому что, ну, как сказать, как экономист я понимаю простую вещь, что люди не стремятся работать. Нет никакой врожденной тяги работать. Такие, ну, как бы, желания работать, трудиться, они существуют у очень ограниченного круга людей. Они существуют, но это, как правило, люди творческой деятельности, которые получают некое наслаждение от своей творческой деятельности. Ученые, музыканты и так далее. Вот они получают удовольствие от того, что они занимаются конструктивной деятельностью. Но это небольшая часть человеческого сообщества. Большинство людей совсем не горят желанием работать. И если им позволяет не работать, они не будут работать. Но тогда откуда будут браться деньги на то, чтобы их поддерживать? Так что это очень опасная дорога. И здесь проблема в том, что частный бизнес на Западе ослабел. Он потерял волю, он потерял политическую силу. Возникли очень мощные, как бы, течения популистов, которым выгодно рассказывать избирателям, как они о них будут заботиться. Избиратели с удовольствием за них голосуют. А дальше начинается охота на деньги бизнеса, чтобы забрать деньги, найти деньги, и за счет этого вот помогать избирателям ничего не делать. Это, как бы, некая болезнь, которая может вообще убить западная цивилизация. Без всяких шуток, я даже совсем не привилечиваю, и мы не знаем, как эта болезнь будет лечиться, и кто ее будет лечить. Ну да, потому что это же огромная ментальная опасность. Как их кормить и где брать те деньги – это одно. А второе – огромная армия людей, которые ничем не занимаются. Ну, эта же энергия куда-то должна выходить, поэтому, ну, рост преступности и все остальное. Сегодня вот наше первое с вами интервью хотела бы закончить вот чем. Там в Фукуяме приписывают этот знаменитый тезис, тезис о конце истории. Ну, на самом деле, это же не Фукуяме тезис, это Гегеля, да? Но суть не в этом. Суть в том, что Гегель говорил о конце истории как о борьбе за признание, а Фукуяме говорил о том, что войны вести больше невыгодно, потому что это экономически невыгодно. И это правда экономически невыгодно. Мы видим, как Израиль уже потратил колоссальное количество денег за сто, там, семь дней войны, которые никогда… У Израиля было много войн, но столько они еще не тратили и еще потратят. Я очень часто делаю с израильскими военными экспертами интервью и эфиры, и я вижу, как им сейчас сложно не только ментально, но и сложно в смысле помощи, которую так они и не получили пока что, так же, как и Украина. И вот войны вести невыгодно экономически. Да, они разрушают, да, они все стирают, и тем не менее войны по-прежнему актуальны. За что люди воюют? Это тяжелый вопрос. Значит, Фукуяма в чем был неправ? Он полагал, что если есть некая унификация образа жизни, то, в общем, действительно, зачем воевать, когда и так, в общем, в мирной жизни ты уже получаешь эти джинсы, получаешь Кока-Колу, смотришь фильмы Голливуда и можешь пользоваться смартфоном Эппл. Зачем еще воевать? Но это неправильная точка зрения. Знаете, я как экономист для себя однажды нашел формулу человека. Что такое человек? Знаете, есть же разные определения там. Обезьяна прямоходящая, да, или прекрасное определение Homo sapiens – человек разумный. Это все чепуха. Для меня есть самое точное определение человека. Это единственное существо на планете, которое может умереть за слова. И вот это важно. Экономисты об этом очень часто забывают. Экономистам очень хочется, ну, как бы упростить картину мира. Мы изучаем безумно сложную сферу хозяйственную, экономическую. И нам хочется упростить. И нам хочется представить, что есть экономические интересы, люди стараются жить лучше, богаче. Это неполная правда. Люди еще движутся словами, идеями и какими-то другими мотивами. С точки зрения, скажем, экономики, начинать формально с точки зрения экономики России военно-действия на Украине было губительно, глупо и бессмысленно. Путин прекрасно мог прожить еще 10 лет до самого конца жизни, оставаясь президентом, очень хорошо зарабатывая, не имея никаких проблем. Через год у него должен был заработать Северный поток. Ну, все могло заработать. И всем пришли, понимаете? Но. Никаких проблем. Но он опасался за что? За то, что экономика России затухает, его рейтинг падает, а ему нужно держать свою власть. Вот его корыстный личный экономический интерес как контролера, и ему нужно было еще какое-то всемирное признание слова. И этого оказалось для большой войны достаточно. Поэтому нельзя на людей смотреть только с точки зрения примитивной экономики. Выгодно, невыгодно. Надо понимать, что люди различаются ценностями, привычками, традициями, культурами, желанием принадлежать к чему-то большому. Это очень важная вещь. Иначе вы не поймете, почему люди живут, скажем, в Европе и очень активно поддерживают Путина. Вот с чего вдруг, да? А сколько в Европе мы таких людей искренне обожающих Путина? А почему? А потому что есть очень сильный биологический механизм, это желание принадлежать к большой сильной стае. И это очень сильный механизм, очень глубинный. И он существует. И вот есть ощущение, что ты живешь в европейской стране, но это не сильная стая. Какая-то такая разбросанная. А вот Россия – это сильная, крепкая стая с решительным вожаком, и мне хочется тоже причаститься этой силой. И вот это странное ощущение очень многими людьми движет. И это надо понимать. Человек сложнее, чем это просто экономическое существо, сравнивающее выгоду, затраты и выбирающее оптимальный вариант. Не работает. Ну, есть же эта история, что стадо овиц – всегда самое крутое место – это в Средине, а не по краям, там, где тебя могут задрать волки и так далее. Поэтому и это желание. Ну, и уже совсем-совсем на пассажок хочу у вас спросить, как вы относитесь. Знаете, потому что все творческие – искусственный интеллект. Я понимаю, что это очень большая тема, и на пассажок не спросишь, но тем не менее я столкнулась с тем, что когда разговариваю с представителями сектора IT, людьми, которые реально этим занимаются, у них паника. А когда я говорю с людьми творческими, они мне говорят, ну, искусственный интеллект никогда так стихи не напишут, как человек, поэтому и никакой опасности нет. Все равно мы там, так сказать, царь природы человек. Я понимаю, что совершенно, так сказать, безумное отношение к этому есть, опасность, конечно. Как вы считаете, действительно ли мы стоим на краю, да, в этом смысле? Я спокойно отношусь к этому. Я отвечу вам очень простым примером. Мне всегда казалось, что вот в современном мире одна из самых таких устойчивых сфер занятости – художники. Ну, потому что мир становится более графическим, чем текстовым, если вы понимаете и согласны, наверное, с этим. Конечно. И художник, который создает графический образ, он всегда будет при работе, всегда будет при деньгах. Но вот в последнее время я обнаружил очень любопытную вещь, что мои статьи, которые публикуют разные издания, они теперь иллюстрируются не художниками, не фотографами, исключительно My Journey. Но я стал разбираться и выяснил, что картинку-то можно сделать любую, но надо написать промт, запрос. А когда ты пишешь промт, то ты должен в голове создать образ, который ты хочешь написать. И просто художник теперь, он пишет промт, он пишет словами задание на картинку и потом доводит эту картинку до ума. Он все равно художник, у него все равно графическое мышление. Он остается при деле, он работает с искусственным интеллектом, только он теперь кисточкой не пишет, пастелью ничего не делает и даже в фотошопе картинки не фонбирует. Но он все равно остался художником, просто он другим стал. То же самое будет в других сферах деятельности. Изменится инструментарий. У вас уже сегодня кино начинает меняться. И завтра это будет тоже. А что будет, если искусственный интеллект сможет сам себе писать запросы? Это же не исключено. Ну, вопрос состоит в том, что, как вы знаете, есть такое понятие, как энтропия. Оно очень мощное. И когда интеллект начинает писать сам себе программы, то в этих программах начинают накапливаться ошибки, которые все разрушены. Вот когда есть огромное количество независимых интеллектов, то, что называется мудрость толпы, то это как-то нейтрализуется. Поэтому я думаю, что искусственный интеллект предоставлен сам себе довольно быстро сам себя угрозит. Вот за счет этого накопления ошибок и дефектов в собственных заданиях, которые заведут его в тупик. Вот я думаю, что скорее. Я не очень боюсь, я просто полагаю, что произойдет, ну, как он сказать, смена профессии, структуры занятости. Вот это да. Ну да, появится еще больше людей, которым будут выдавать социальное пособие. Огромное спасибо. Очень рассчитываю, что это не последний наш разговор. Мне было очень интересно. Спасибо большое. Спасибо за поддержку Украины, конечно. До свидания. До встречи. До вечера. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулеса Корректор А.Кулеса Корректор А.Кулесa Корректор А.Кулеса Корректор А.Кулеса